Традиционно выход на подиум платья города VIP-персон является одним из самых зрелищных моментов фестиваля. Подготовка к VIP-дефиле это один из самых сложных моментов подготовки в целом фестиваля моды. В целом, скажем так, на 90% все готовы, готовы наряды, уже делали пробные прически. Учим заново ходить, держать спину. Мы должны раскрыть индивидуальные особенности каждого человека. То есть найти вот такое сценическое воплощение, как бы артистизм, вот именно данный, присущий этому конкретному человеку. И это должно быть настолько убедительно, это даже, может быть, должно быть более убедительно, чем работа моделей на показе. Потому что мы показываем все-таки VIP-персон, людей, которые успешны в своих рабочих направлениях и в направлениях бизнеса. Но они должны еще и подтвердить, что они все могут на сцене. Сольный и массовый номер участники репетируют со всей ответственностью. Вот когда мы все вместе, мы как одна команда. Когда каждый идет сам по себе, то есть он понимает, что у него особое внимание, и уже тяжелее. Ну, в общем-то, сейчас вот уже когда понятно, что я буду делать, мне уже индивидуально нормально. То есть я уже поняла, потому что пока непонятно, что куда ручки, куда ножки. Еще так, тревога была. В истории VIP-дефиле время от времени случаются семейные выходы. Вместе со своим папой Денисом Мякишевым, заместителем председателя Союза журналистов Челябинской области, выступит его дочка Вероника. Мы здесь учимся хорошо и правильно ходить. Будет у меня платье, а у папы будет пиджак. Руководители бизнеса, чиновники, общественники нелегко находят в рабочих графиках время для репетиций. Однако есть веская причина, ради чего иногда стоит отменить важные дела. На самом деле вот эти репетиции, эти прохождения, они дают нам возможность сделать паузу, обернуться к самой себе, потому что времени на себя только по остаточному принципу. И когда ты здесь, вот в этом месте вдруг понимаешь, что можно научиться красиво ходить, и можно даже этим привлекать внимание, даже своего любимого мужа, потому что ты обновляешься, потому что ты становишься другой, потому что ты становишься непривычной. И это очень дорого стоит, вот ради этого, наверное. Теперь о коллекциях. У дизайнеров-участников последние недели перед фестивалем особенно напряженные. Времени на доработку коллекций остается все меньше. Однако модельеры говорят, что сложностей нет, ведь вдохновляются они теплом, весной и яркими красками. На платье города я представляю коллекцию «Лунний бриз». ДУК это коллекция, наверное, фильмом «Завтрак у Тифаны», поэтому изделия в коллекции легкие, воздушные, в чем-то ветреные, очень комфортные. Название моей коллекции – это «В душе весенний бриз». Зима – это время сдержанных оттенков, весной хочется ярких цветов, но такого бережного, плавного перехода от серых, синих сдержанных оттенков к более ярким, мятным, синим, голубым, бирюзовым. Мне очень нравится смешение фактур, сложных сочетаний шелка, трикотажа, жаккардовых оттенков и всеми любимый на сегодняшний день вариант фактуры – это «Шанель». Изделия кожаные, они цветные, и мужские более темные, женские более яркие, более радостные, более летние. И так как наш дом вырос из творческой мастерской кожаных изделий, конечно, основной акцент мы делаем на аксессуарах. То есть это наша фишка, в этом мы сильны, то есть в ремнях, в амуниции, в сумках, в саквояжах. Поэтому основной акцент все-таки – это новая коллекция сумок и аксессуаров. В своей коллекции я хочу посочетать свободные формы и подчеркнутые женские линии, такие как талия, как щеколотка ноги, как запястье. Чтобы это смотрелось со сцены, чтобы зрителю было интересно, но тем не менее все изделия, все комплекты носимые. То есть если их раскомплектовать из коллекции, то это обычные носимые повседневные вещи. Фестиваль в этом году – 20-й юбилейный, а значит стоит ожидать грандиозного события и множества сюрпризов. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова